Срок годности хлеба трое суток. Но мало какие батоны доживают до конца этого срока. Вы, наверное, замечали. Покупаешь батон, кладёшь хлебницу, а на следующее утро на корочке появляются зелёные пятна. Посмотрите, хлеб покрылся не только зелёной плесенью, но ещё и оранжевой. И какие-то чёрные грибы появились. Ещё 20 лет назад такого не происходило. Просроченный хлеб черствел, превращался в сухарь, но не покрывался плесенью. Мы оставили на столе два батона. Тот, что справа, куплен в магазине. Слева – хлеб домашнего приготовления. Обе буханки свежие. Их испекли утром. Посмотрите, что стало с хлебом через день. Батон из магазина начал покрываться плесенью. Домашний хлеб просто немного подсох. Прошло ещё 12 часов. Буханка из магазина в зелёных и чёрных пятнах. Хотя срок годности этого хлеба ещё не закончился. Хлеб домашнего приготовления по-прежнему можно есть. Он лишь чуть-чуть зачерствел, но плесенью так и не покрылся. Почему батон из магазина так быстро портится? Чтобы выяснить это, наш корреспондент устроился на работу на один из хлебозаводов Москвы. Цех, где пекут хлеб. В углу стоит огромная кастрюля с тестом. На него с удовольствием садятся мухи. А это форма, в которую сейчас положат тесто и отправят в печку. Чёрный налёт на них сажен. Её здесь не чистят. Считают, что в этом нет необходимости. По словам экспертов, антисанитария – одна из главных причин, по которой хлеб покрывается плесенью. Потому что предприятие, которое выработало этот хлеб, не соблюдало все правила технологического процесса. Санитарное состояние на производстве не соблюдало. Люди берут руками хлеб. Какие у них руки? Это тоже влияет. То есть зависит от соблюдения технологии. Если хлеб, допустим, не пропечённый, он быстрее заплесневеет. Но ведь раньше такого не было. Смотрите сами. Эти кадры сделаны на советском хлебозаводе. В помещении – идеальная чистота. На противнях нет ни грамма сажа. На тесто не садятся мухи. Вся тара начищена до блеска. В Советском Союзе хлеб считался стратегическим продуктом. Существовала государственная хлебная инспекция. Она следила за качеством хлеба. Инспекторы покупали хлеб разных комбинатов, сдавали его на анализ, разрабатывали и утверждали рецепты. Плюс ко всему, раз в три месяца хлебозаводы проверяла санэпиденстанция. Если инспекторы находили грязную посуду, мух или сажу, директор завода мог лишиться должности. Хлебную инспекцию празднили в 2004 году. Хлебозавода проверяет теперь Роспотребнадзор. Но он имеет право приходить на производство только раз в три года. Причем о проверке предупреждают за неделю. Поэтому нам, покупателям, надо самим научиться выбирать правильный хлеб. Вернемся на хлебокомбинат, где работает наш корреспондент. Вот что ему удалось выяснить. Каждый день на комбинат мешками привозят просроченный хлеб из магазинов и отправляют в специальную секретную комнату. Доступ в нее ограничен. Туда могут входить лишь некоторые сотрудники завода. Что делают с просроченным хлебом? И почему его держат за закрытой дверью? Нашему корреспонденту удалось проникнуть в помещение, куда относит хлеб. Оказывается, здесь старый хлеб перемалывают вот на этом аппарате на мелкие крошки. А потом эти остатки вчерашнего и позавчерашнего хлеба добавляют в тесто для хлеба завтрашнего. Сотрудники завода уверены, что это абсолютно безопасно. Хлеб-то перемолотый. Мы обратились к руководству. Но они отказались давать комментарии. По вопросам съемок на предприятии, мы вам отрицательств ответим. Почему в свежее тесто добавляют просрочку? С этим вопросом мы обратились в российскую гильдию пекарей и кондитеров. Оказывается, добавлять просроченный хлеб в новое тесто разрешено по технологической инструкции. Ну, в пределах 1-1,5% к массе муки это вполне допустимо. Правда, не каждый вчерашний батон может стать завтрашним. Перед тем, как измельчить булку с истекшим сроком хранения, производители должны тщательно проверить, нет ли на ней следов плесени или грязи. Другой вопрос, как это правило соблюдается на деле. Посмотрите еще раз кадры, которые удалось снять нашему корреспонденту. Эти батоны почти полностью покрыты плесенью. И, как ни странно, они лежат в той комнате, где измельчают хлеб. Что они тут делают? С этим вопросом мы снова обратились на хлебозавод. Прекратите съемку, пожалуйста. Если добавить в тесто хлеб с плесенью, то оно заразится спорами плесени. Поэтому батон очень быстро начнет покрываться зеленой или черной порослью. Опознать опасный хлеб можно по запаху. Если сжать такой батон, то можно почувствовать легкий запах плесени.